Для бойцов войсковой части 52-096 вместе с днём войск ПВО, который празднуется во 2-е воскресенье апреля, День защитника Отечества, праздник профессиональный, но и в этот выходной день часть личного состава несёт службу. Хочу выразить благодарность тем военнослужащим, которые в данный момент находятся у нас на боевых постах, которые несут боевое дежурство по противозвучной обороне, прикрывают город-герой Москву, центральный промышленный район. Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества прошёл в Петровском рядом с памятниками воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, труженикам тыла и столетию войск ПВО. Анатолий Бабич, секретарь Совета ветеранов посёлка Петровская, выступая перед собравшимися, поделился воспоминаниями. Вот я смотрю на знамя, вот я её получал в Москве, знамя это, с бывшим командиром полка, и сюда привёз. И теперь то я горжусь тем, что вложил свой вклад в то, что вы имеете такое боевое знамя. Для солдата-офицеров войсковой части в этот день звучали стихи и песни, посвящённые службе Родине. Депутат Совета депутатов округа Артём Грудинин максимально ёмко сформулировал главный замысел мероприятия. Наша общая цель и задача принести через время память о достижении наших воинов и сделать так, чтобы наше подрастающее поколение всегда знало и помнило своих героев. Закончился праздничный митинг возложением цветов. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.